Всем привет дорогие наши друзья, подписчики, любимые наши клиенты. Сегодняшнее видео будет для тех, кто в большинстве своем уже оказался здесь, в Мерсине. Сегодня мы расскажем об одном из самых интересных моментов в жизни, в постельной жизни наших покупателей. Вы знаете, Турция это тоже прогрессивная и современная страна. Соответственно, здесь тоже активно используется онлайн-банкинг. Самый популярный банк среди всех наших клиентов и местных иностранцев, так скажем, это Зиратбанк, государственный банк, который участвует в постельной жизни. Итак, что мы можем рассказать? Наверное, сперва-наперво мы расскажем о том, что мы можем из ВНЖ и без вида нажительства получить советную карточку Зиратбанка. Мы можем пойти в любое отделение, преимущественно это в районах Чешмели и Эрдемли, легче всего открыть эти самые счета, можно открыть мультивалютные счета, то есть евро, доллары, лиры. Можно получить карточку, можно получить ее instant, то есть сейчас прямо она будет без имени, без контактной оплаты. Можете заказать именную с бесконтактной оплатой, она у вас будет идти около двух недель. И что же вы сможете сделать этой карточкой? Вы можете оплачивать покупки в интернете. Одно небольшое предупреждение. Недавно от менеджера банка я слышал, просили передать клиентам, пожалуйста, не покупайте ничего на сомнительных сайтах и на игровых сайтах, блокируйте счета, считая подозрительными. Но в целом, совершайте онлайн покупки, оплачивать онлайн продукцию или оплачивать этими карточками в магазинах, где угодно все это работает. Оплата будет воспроизводиться в лирах. У вас может быть три счета, например, лиры, доллары, евро. Списываться с карты будут с лир. Если на лировом счету у вас закончились средства, то карта не будет выписывать деньги уже из валютных счетов. Вам нужно будет зайти в приложение и обменять валюту на лиры и продолжать покупки. Обналичивать валюту вы можете только на кассах, не с банкомата. Также, кстати, небольшая пометка, иностранные заграничные банкские карточки в Турции могут обналичиваться тоже в лирах. Будет конвертация. Теперь мы вернемся к самому приложению. Как же пользоваться приложением, как оплачивать счета по свету, как оплачивать счета по воде, интернету и всем прочим счетам, а также как переводить деньги. Для этого мы сегодня с вами возьмем обычный телефон, зайдем с вами в приложение. У меня тоже есть приложение ZeratBank. Сейчас мы включим запись экрана и погнали. Секундочку, круйся. Ну вот, что мы видим. У меня есть приложение Zerat Mobile. Я захожу в него, он у меня уже открыт. Сейчас я сделаю логаут, поменяю его на другой язык. Итак, главный экран. Мы видим мои данные. Слева сверху в углу мы видим языки. Нажимаем на языки, и у нас выбор, два всего выбора, турецкий и английский. В большинстве своем давайте мы выберем турецкий язык и делаем, нажимаем на кнопку «Герещат». Здесь мы должны ввести пароль. Я ввожу пароль смело, не боясь того, что туда может зайти, потому что на айфонах еще можно подцепить Face ID. Вот, мы зашли в приложение. У меня тут сразу на главном экране виден баланс в лирах. Я могу нажать на кнопочку снизу, и я увижу все свои счета. У меня открыты счета в двух филиалах. Зерат Банков, Чичмели и Вердемли. Они все мультивалютные. Ухожу назад. Справа, снизу в углу у меня есть кнопка меню. Нажимая на меню, выходит вот такой вот список. Итак, первая вкладка – это счета. Мои счета. Можете узнать данные о счетах. Давайте мы заглянем сюда. И что мы можем сделать? Первая вкладка – это все мои счета. Возвращаемся назад. Вторая вкладка – это открыть новый счет. Бессрочный, безналоговый – это то, что выбираем при открытии счетов. То есть, например, вы пошли в банк, открыли себе счет, сделали карточку. Вам пришел на телефон, кстати, имейте при себе туристический телефон, будут приходить смс-ки, пароли от карточки и от мобильного приложения. У вас только лир, допустим, и у вас имеется счет в банке, и все. Вы заходите в приложение, можете здесь открыть себе любой счет, как я сейчас это сделаю. Допустим, нужно еще 1 евро. Продолжает Devam. Вот кнопочка Devam – это продолжить. Ставим галочку, и я бы сейчас открыл. Делать мне не нужно, потому что уже открытый. Вкратце, имея только один счет валютный, вы можете через приложение открыть дополнительные счета. Выходим назад и еще раз на главное меню. Самое интересное, наверное, Eudemiler – четвертая вкладка. Вот она. Это оплаты. Первая вкладка – это автоматические оплаты. Нажимаем сюда, и мы можем сверху в первой же кнопке Eudemiler – это привязать новые автоматические счета. То есть, мне нужно, допустим, привязать какой-нибудь счет, скажем, электричество. Выбираю электричество. В Мерсине – поставщик электроэнергии компании NRGISO. Сейчас пишу NRGISO в поиске. NRGISO ToroStar. Вот третья по счету. И в эту вкладку я ввожу сюда номер договора. Например, сейчас выйду у меня вот тут NRGISO. Вот 001. Я сейчас это скопирую и вставлю сюда. Это вставить, продолжить. И у меня тут я привяжу сюда счет. Допустим, тот, что в чешмеле. Привязываю счет. И онайла – это подтвердить. Я не буду нажимать, не хочу это делать. Но, в целом, так бы я привязал себе автоматический платеж. Если нам не нужно делать автоматический платеж, я выхожу сейчас обратно. Домой выхожу. Заново нажимаем меню. Четвертая вкладка – ЭДМИЛЕР – оплаты. Третья вкладка – ФАТУРА. Запомните слово ФАТУРА – это счет. Это счета, которые приходят. ЭДМИ – это оплата. ФАТУРА – ЭДМИЯ. Мне нужно оплатить здесь телевизор кабельный, но мы этим не пользуемся. Телефон – это тоже стационарный. СУ – вода, электрик – электричество и дуалгаз – это газ. Допустим, тот же электрик. Мы заходим. Запомнили, пишем – ЭНЕРЖИСО. Вот так вот. ЭНЕРЖИСО. ЭНЕРЖИСО ТОРО САР нам нужен. Заходим сюда и вставляем сюда номер абонента, который у вас уже имеется. Делаю «Продолжить». И вот у меня вышел счет на 1350 турецких лир. Мы сожгли света в этом месяце. Делаю «Продолжить». Нажимаю, выбираю счет, который буду оплачивать. Но мне пишут, что у меня тут не хватает денег. Я докину все средства и оплачу. Все. Дальше у нас остался только шаг подтвердить. Будет ОНАЙЛА. Это то, как мы оплачиваем за свет. То же самое и за воду. Мы просто выбираем здесь не электрик, а СУ. Выбираем поставщика. Поставщик воды в МЕРСИНЕ – это МЕСКИ. Запомните, вот МЕСКИ. МЕРСИН СУ. Выбираем сюда. Тоже номер абонента вводим. Тоже продолжаем. Выбираем счет и оплачиваем. Оплачивать счета мы научились. Теперь, что мы можем сделать? Интересное. Также давайте выйдем в ГЛАВНЫЕ МЕНЮ. МЕНЮ. И третья вкладка – КАРТ ЛАРМ. КАРТ, я думаю, понятно. Это карты. КАРТ ЛАРМ. У нас с вами банковские карты, не кредитные. Банковские карты. Вот. Она у меня привязана. Я захожу дальше. И у нас тут три кнопочки. Действие. Первое – это действие по картам. И нам интересны больше настройки карт. Третья вкладка – КАРТ АЕРЛАРА. Здесь предпоследние лимиты. У меня тут лимиты стоят. Выходим назад. Можно изменить. И в шифре самая последняя вкладка в шифре – это ввести новый пароль для карты. Интересно то, что старый пароль никто не просит. Если вы забыли свой пин-код от банковской карты, вы можете новый ввести и не вводить старый. Дважды повторяем и закончено. Давайте мы заново повторим эту процедуру. Мы в главном меню. Заходим в вкладки меню. Третья вкладка – КАРТЫ. Банковские карты. Выбираем нашу карту. Последний пункт – настройки. Еще раз последний пункт – шифр. Это пароль. Вводим дважды пароль. Мы разобрались, как менять пароль на картах. Ну и самый популярный – перевод денег. Мы заходим вот на счет. Здесь я, кстати, могу листать направо, налево, выбирать счета. Вот я выбираю этот счет. 420 вернее тут есть. Слева снизу у меня кнопка ПАРАТ ТРАНСФЕРЫ. Это перевод денег. И ХЕСАП ХАРИКЕТЛЕРЕ – это кнопка, что справа. Это действие по счету. Нажимаем на ПАРАТ ТРАНСФЕРЫ. Сейчас прогрузится. И вот здесь мы можем ввести там какой-нибудь счет. Там ТРЭ, там 16, 26. Ну и что угодно мы сюда вписываем. Сейчас я отчислен на ОБУМ. И здесь там написали бы имя. Дальше мы продолжаем оплачивать. Давайте мы сейчас пробно сделаем. Сейчас я по-настоящему себе на другую карту переведу денег. Это другое приложение от другого банка НПАРА. Окей. Выбираю себе здесь, копирую свой номер. И вставляю вот сюда. Вот я сюда вставил IBAN номер, номер счета моей карты. Ввожу сюда свое имя. И я сам себе из одного банка в другой банк перекидываю деньги. Ну вот я все эти 420 СФЕР туда и перекину. Выбираю дальше для чего. Я бы выбрал, ну что бы тут выбрал. Это для чего мы отправляем деньги. ДЕРКЕРОВАР, прочие оплаты. А чеклама это комментарий по отяжу. Можно ничего не писать. Ну, допустим, мы бы сказали спасибо. Прошу прощения, тут мисклик чуть-чуть. Продолжить. Комиссия 1,63 лиры. Сейчас мне тут не переведется. 400, давайте переведем. Продолжим. Принимаем условия ON-ILA. И все. И мы отправили денежки. Все. Деньги отправились. И у нас кнопки ДЕКОНТ. Первое. Это чек в операции. Можете справа сверху поделиться. Куда-нибудь я себе на рабочую сейчас отправлю. Ну, и все. Закончилось. Теперь, Анасайфа, это родная страница. Тут мне деньги списались. Они уже пришли на мой другой счет. Они уже здесь. Вот 418 лир. 400 еще поступило. Дополнительно пришли у меня смс-ки. Зира от банка, что у меня денежки списались. Вроде бы легко, но вроде бы и сложно. Попробуйте сами оплатить за свет, за воду. Вводите туда номера ваших договоров. Можете поставить на автооплату. И все. И дальше будет легче. Мы старались для вас сделать это видео полезным. Мы старались сделать так, чтобы это было для вас просто и легко. Но со временем, думаю, вы привыкнете. В целом, ситуация по открытиям счетов в банке, это достаточно простая. Вам нужно при себе иметь загранпаспорт и налоговый номер. Налоговый номер вы можете получить онлайн на сайте налогового управления. Или же напрямую обратиться в налоговое управление. Просто здесь в Мерсине они далековаты. Друг от друга находятся. Что еще? В некоторых филиалах требуют еще и положить на счет какую-то сумму. В среднем 10 000 лир. Банк заморозит эти деньги на месяц, а потом вы можете пользоваться. Но пока удается открывать и без внесения сумм. Поэтому я еще раз надеюсь, что это видео было для вас полезно. Пишите нам на WhatsApp и все другие мессенджеры. Мы скоро будем, напоминаю, в Узбекистане и Казахстане. Спасибо вам за просмотр. Жмите лайк и подписывайтесь, нажимайте на колокольчик. Для вас старались я, Шалкар и за кадром, как всегда, Никита. Всем спасибо. До скорых встреч. Пока-пока.